Будет двойной удар, в конце декабря накроет магнитная буря красного уровня. Магнитная буря в конце декабря будет длиться несколько дней подряд, вызывая проблемы с самочувствием у многих людей. Когда ждать магнитной бури, кто подвержен ее влиянию и как уберечься, читайте ниже в материале Stiller. Дата декабрьской магнитной бури. По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, магнитная буря красного уровня G1 ожидается 27 и 28 декабря. 29 числа магнитосфера будет оставаться возбужденной. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Скрин. Магнитные бури в декабре 2021, tesis.labdf.ru Что такое магнитная буря? Магнитная или геомагнитная буря, нарушение магнитосферы планеты, возникающие в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, что окружает нашу планету. Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней к ряду, вызывая сбои в работе техники и влияя на самочувствие некоторых людей. Кому опасны геомагнитные бури? Наиболее, страдают в дни магнитных людей метеозависимые люди, которые реагируют на перемены погоды, изменения атмосферного давления, пожилые люди, те у кого есть сердечно-сосудистые болезни, различные хронические недуги, психически нестабильные люди. В опасные дни может болеть голова, возникать мигрени, ныть старые травмы, прыгать давление, нарушаться сердечный ритм. Также может одолевать чувство беспричинной усталости, апатии, нарушения сна, бессонница, сонливость. Вот несколько советов, как избежать проблем в дни магнитных бурь. Избегайте тяжелых физических и эмоциональных нагрузок, сложную и ответственную работу лучше отложить на потом. Правильно питайтесь, не переедайте, ограничьте тяжелую пищу. Исключите алкоголь, по возможности откажитесь от курения, пейте меньше кофе и бодрящих напитков. Проводите больше времени на свежем воздухе, прогулка на природе будет очень кстати. Примите утром контрастный душ, а вечером расслабляющую ванную, но не более 15 минут. Если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, держите необходимые лекарства всегда под рукой. Ранее мы писали, что такое метеозависимость, кто ей подвержен, и можно ли от нее избавиться.